Привет на канале мы в мире. Размышляя о человечестве возник вопрос, как же можно увидеть толпу из всех людей Земли? И сделаем это в гугл карте. Спросим сначала, в гугл, а сколько людей на Земле? На графике видим, с 1960 по 2010 за 50 лет население выросло больше чем вдвое. А что говорит Википедия? На июль 2016 года около 7,3 миллиарда человек. А вот еще интересный сайт, счетчик населения мира. И здесь на конец апреля 2017 более 7,5 миллиардов людей. Тут еще много интересной информации, если что ссылка в описании. Но возьмем приблизительно, что на конец весны 2017 года нас 7,6 миллиардов. Как же всех нас представить в толпе? Можно конечно взять массовку, как в кино. А может взять картинку с городом на горизонте и нарисовать всех людей в толпе. Но это не точно. А как же поточнее увидеть? Давайте будем сравнивать с футбольным стадионом. Набираем в поиске Харьков стадион. Выбираем вкладку карты. Вот он, харьковский стадион металлист. Который принимал участие в Евро 2012. Выбираем фото со спутника. И приземляемся в центр стадиона. Теперь слева на синем фоне отображаем количество людей. А чуть правее будем писать, сколько на сколько людей помещается в соответствующий квадрат с заданной стороной. Возьмем квадратный метр. В него, пожалуй, поместится стоя 4 человека. Значит, один человек помещается в квадрате со стороной 50 сантиметров. А 10 человек, если немного потесняться, это 3 на 3 плюс 1. И поместятся в квадрате со стороной 1,5 метра. 100 человек будут 10 на 10 и влезут в квадрат со стороной 5 метров. Принцип теперь всем понятен? Я все понял. Поднимаемся выше. И вот наши люди на стадионе рядом. 1, 10 и 100 человек. 1000 человек это 31 на 31 плюс 39. Принцип теперь в квадрате со стороной 15,5 метров. 10 тысяч человек. Будет уже 100 на 100 человек. В квадрате со стороной 50 метров. И в квадратах это 10 на 10 по 100 человек. Видите, если потесниться, то на самом футбольном поле поместится около 20 тысяч человек. И зрители на стадионе Металист вмещаются 38 633 человека. Вот это мегафутбол. По 10 тысяч человек в каждой команде. Мя-а-ач, где ты? Так, поднимаемся еще выше над Харьковом. 100 тысяч человек. Это 316 на 316 плюс 144 человека. Приютятся в квадрате со стороной 158 метров. Ничего так квартальчик людей поместится разве что на площади. А миллион в толпе, это 1000 человек на 1000 человек, постоят в квадрате со стороной 500 метров. Вот это уже внушительно и нужно по площади приблизительно 6 стадионов Металистов. Взлетаем еще выше над Городом. Итак, 10 миллионов это 3162 на 3162 плюс 1756 человек. Построим их в квадрат со стороной 1,6 километра. Вот это массовка. С длиной стороны квадрата почти как взлетное поле международного аэропорта. 100 миллионов человек. Это 10 тысяч на 10 тысяч. И поместятся в квадрате со стороной 5 километров. Вот это толпа. По площади как небольшой город. Летим выше. Миллиард. Это 31622 умножить на 31622 плюс 49116 человек. Их разместим в квадрате со стороной 16 километров. Это уже по площади как город Харьков. Конечно, практически собрать столько людей в толпе нереально. Поскольку это была бы экологическая катастрофа в той местности. Поздравляю! У нас экологическая катастрофа! Но мы идем дальше и соберем таки толпу из всех людей. Выше. Итак. 7 миллиардов 600 миллионов. Это 87177 на 87177 и плюс 170671 человек. И будут эти люди стоять в квадрате со стороной 44 километра. Ну и на всяк случай 10 миллиардов. Это 100 тысяч человек на 100 тысяч человек. Размещенных в квадрате со стороной 50 километров. Из квадратов по 100 миллионов человек делаем толпу в 10 миллиардов. А вот в сравнении миллиард человек. И 7,6 миллиардов. Представляете, если человек в середине толпы захочет в туалет? Ему только выбраться оттуда пешком минимум 4 часа надо. И то, если никто мешать не будет. Ну, или вертолет ему помочь. Идем дальше. Уберем в уголок и упростим обозначение квадратов разным цветом. И немного полетаем над землей для сравнения. Летим к Киеву. Толпа из всех людей по площади 6 раз перекроет Киев. Пролетаем в Турцию. А вот на острове Кипр должны все поместиться. О, и возле Испании есть остров Пальма, где так же будет всем уютно. Летим на север в Европу. Хм. И Лондон, и Париж почти поместят в себе все человечество. Пролетаем в Европу. И вот Москва в России. Примерим-ка толпу людей. Хм. Пожалуй, нужно две Москвы по площади. Летим дальше над Казахстаном. Пролетаем в Китай. А Тайвань вполне вместит 4 человечества. А вот и Япония. Летим возле Аляски. Мимо Канады в США и пролетаем над Штатами. Остановимся возле Нью-Йорка. И видим, что все люди должны там поместиться. Правда, придется нарушить квадратный строй. Ну что ж, друзья, если вам понравилось наше безумное сравнение, ставьте лайк, обязательно подпишитесь. На очереди уже готовятся следующие ролики. И вы их увидите сразу в публикации, если нажмете колокольчик для оповещения. Всем прекрасного настроения. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok